Нужно ли ограничивать поставки товаров на оккупированной территории? Нет. Нельзя. Нельзя. У нас там родственники живут, и они городают. На оккупированной территории нельзя. У них нет медикаментов, ничего передать мы не можем. Ограничивать продовольствие надо нашему правительству. С другой стороны. Я считаю, мое мнение такое, что люди, которые привели войну, которые упорно сюда велик, славян, другие города, пусть они испытают, что такое война, пусть они для начала, перед тем, как кто-то бегает здесь, орает на площади «Путин, Путин», посмотрели бы кино про Чечню, про Абхазию, и тогда бы они сейчас не просили пьесы, было бы у них все нормально. Так, проблемы утопающих, самих утопающих. Я считаю, там тоже люди живут. И какие, не знаю, мне сложно ответить, но мне кажется, они тоже и ограничивать людей, их неправа, мне кажется, нельзя. Я там не была, но, наверное, каждый хочет. Чтобы было лучше. То есть продукты нельзя ограничивать? Ну, конечно, люди же все живые, хотят жить, питаться. А зачем охранничивать их? Там же люди живут, дети живут. Может, вообще все там ограничено. Наоборот, все надо разблокировать. И жить в мире. Надо сначала понимать, какой товар кому везти. Если мы сейчас говорим о мирных жителей, то, конечно. Гуманитарная помощь, она нужна. Потому что сейчас оккупированные территории, если еще не переживают гуманитарную катастрофу, то скоро к ней придут. Большое количество, большие цены, большое отсутствие товаров на полках, магазинах, оно дает о себе знать. Это первый момент. Момент номер два. Если мы будем туда возить и будем понимать, что эти товары, которые будем передавать туда, будут пользоваться действительно боевики, которые убивают наших граждан на линии ограничения, тогда, конечно же, я против этих всех вопросов. Если же мы считаем, опять, если же мы считаем, то есть как бы людей Донбасс, Украина, оккупированная территория, значит, однозначно мы должны помогать людям как-то выжить.